Всех приветствую на комплексном анализе рынков с Виталием Шевченко. Поехали. Начинаем как всегда со статистики фундаментального фона. Если брать экономический календарь, то сегодня достаточно пусто, поэтому стоит обратиться к более глобальному фундаментальному фону. Это непосредственно отголоски ФРС, отголоски выступлений ЕЦБ и, конечно же, поведение десятилеток со стороны США. Но к этому мы еще вернемся, когда уже непосредственно сейчас будем рассматривать техническую картину. Как всегда, начинаем с индекса доллара. Все двигается в рамках обозначенного мною боковичка. На текущий момент мы подходим к верхней границе. Не думаю, что хватит запала сегодня ее пробить. Лично я не вижу никаких фундаментальных данных либо признаков для непосредственно пробития 92 ровно. Поэтому ожидаю коррекционного движения. Но, опять же, высокой волатильности на сегодняшнем закрытии недели тоже не ожидаем. Так, ну и здесь у нас точно такая же картина. Переходим к валютному рынку. Евро, фунт, японская иена. Сегодня совсем другой микс я применяю непосредственно к ключевым активам по евро-доллару. Также боковик подошли к нижней границе в силу того, что ожидая коррекцию по индексу доллара. Непосредственно здесь, если подходить агрессивно, то это покупка с стоп-лоссом за минимум 16.03 по тейку. Прекрасно понимаете. Это район 1.1980. Если брать и приплюсовывать сюда еще непосредственно объемы, то можно перевести себя в более консервативное русло. Посмотреть на более высокие объемы 1.2040 и район 1.18. теперь переходим непосредственно к маржинальным зонам. Это у нас восходящая целевая зона и непосредственно нисходящая целевая зона. В данном случае они являются первым по циклу. Это, конечно же, коррекционное движение. Поэтому нисходящая 1.1810 и 1.1830, восходящая 1.2040 и 1.2060. Пара фунт-доллар с этой стороны. Отрабатываем треугольник. Хотелось бы, чтобы мы подошли непосредственно в район 1.3960 и 1.3990. Из этой области продажа в этом нам помогают и объемы. Если посмотреть, как раз ближе к линии сопротивления, к верхней границе треугольника находятся крупные объемы, которые будут продавливать непосредственно пару фунт-доллар. Если посмотреть на внутренний перевес, то мы видим, на тысячу есть желающих, так скажем, больше продавать, чем покупать. Пара доллар США, японская иена. Сегодня общался с коллегами и, так скажем, подсказали мне, что все-таки более верно паение в боковик, нижнюю границу по вот этой тени. Обозначаете, действительно, когда перестроил, полностью попал, что у нас здесь уже произошло непосредственно коррекционное движение. Всем пока. Субтитры делал DimaTorzok